Мой финиш, горизонт, талент, а край земли, я должен первым быть на горизонте. Здравствуйте! Сейчас с вами поговорим о таком интересном вопросе, как вера в себя и объективная самооценка. Это очень важно. Понимаете, человек стремится вот к чему. Либо занижает самооценку, ах, я не такой, я этакий, либо завышает самооценку. А самооценка должна быть адекватной, потому что только адекватная самооценка дает веру в себя. Адекватная самооценка не означает себя каким-то образом принижать или каким-то образом себя уничижать ни в коем случае. Нужно просто отметить все свои положительные качества, положительные моменты. но при этом не присочинять, не писать то, чего нет. И вот данное упражнение вам это поможет сделать. Итак, вера в себя и объективная самооценка. Что нужно сделать? Первый этап. Вам нужно записать список своих хороших качеств, чем вы по праву можете гордиться. Причем здесь вот без ложной скромности. Допустим, вы лучше всех, допустим, у вас в офисе или в фирме знаете какую-то юридическую тонкость, пишите об этом. Вы замечательно печатаете на компьютере, пишите. Вы много читаете, пишите. То есть, чем гордитесь? Обязательно туда внесите все хорошее, что о вас говорят. Вы, наверное, знаете, что о вас говорят хорошие. И что говорят не очень хорошие, вы тоже наверняка знаете. Ну, жизнь дел такая. Но, тем не менее, вот вы записали свои качества, чем гордитесь, и что хорошие о вас говорят. И понимаете, когда вы запишите, вы уже подумаете, елки-палки, а ведь дело не так и плохо. Но этого мало. И вот здесь второй этап. Второй этап. Напишите список всех своих успехов с детских лет. Вот все, что вы можете вспомнить. Я понимаю, что это занятие не, скажем так, быстрое, но достаточно интересное и нужное. Понимаете, вот вспоминайте. Вот, допустим, в детстве вы там, ну, я не знаю, там, котенка накормили бездомного. Пишите. Ну, список успехов. Или в детстве вы блестяще выучили какой-то урок. Пишите. Вы чудесно сдали выпускной экзамен какой-то. Пишите. Пишите, пишите, пишите. Величина успеха не важна. Не нужно оценивать с позиции какой-то глобальности, там, вот чтобы так, ух, как вот. Вот, нет, пишите все свои успехи. Пишите. Понимаете, за один раз не напишите, ничего страшного. Вы в тетрадочку заглядывайте и дописывайте, дописывайте, дописывайте. Итак, у нас уже есть два пункта. Первое, вы записали свое положение. Второе, список успехов. Кстати, очень рекомендую писать список успехов. Это настолько мотивирующее дело, что просто вот замечательно. Далее, теперь, каждое утро вы должны себе напоминать, что, как вам сказать, вы ценный член общества. Вы приносите пользу. Вы достигли в жизни немалых успехов. Вы достойны, достойны всяческого поощрения, там, не знаю, там, выполнения прошлой вселенной и так далее. Понимаете? Вот эта вот внутренняя позитивная энергия заряженная даст вам очень многое. И не скромничайте, пожалуйста, не скромничайте. Если где-то, вот, допустим, вы что-то сделали, допустим, хорошего, да, ну, я не знаю, составили удачный отчет, обязательно вот скажите шефу, что вы составили удачный отчет или что-то сделали. Понимаете, вот это вот не нужно выпячиваться, но в то же время тактично нужно подчеркивать, это моя заслуга, это моя заслуга, это мой успех, это я сделал. Это на самом деле вот очень важно. И что здесь получится? У любого человека есть в жизни успехи, у любого. Но почему-то так получается, что эти успехи, об этих успехах он забывает. Помнит, может, только что-то самое крупное. А тем не менее, если он так присмотрится, назад просмотрит ретроспективно свою жизнь, и он увидит, что успехов-то у него было в жизни немало, что есть чем гордиться. А вот это внутреннее чувство даст очень-очень хорошее, вот это чувство посеяли, и всходы, и там урожай получится очень-очень богатый. И вот, вы знаете, я на занятиях, когда даю это задание, вот дал задание, ну, вот скажем, там, в понедельник, и там в среду или в четверг, как там по графику будет. Мы вот эту тему, допустим, обсуждаем, да, у кого что, как. Вы знаете, люди меняются. Люди меняются. Меняются. Они становятся уверенными, они становятся гордыми. Они сбрасывают в себя какие-то вот ненужные оковы, ненужные страхи. При всей внешней простоте это совершенно гениальное упражнение. Спасибо. Спасибо. Спасибо.